Никаких открытий, никаких громких заявлений. Павел Коньков отчитался в своей работе за 2014 год перед региональным парламентом. Губернатор рассказал, в чем преуспела каждая из подведомственных отраслей и обозначил задачи на год 2015. Начал глава региона с финансового блока. Попросил профильный департамент в год кризисный к расходам относиться внимательнее. Важным принятым решением Павел Коньков считает введение льгот по налогу на прибыль для предприятий, инвестирующих в производство. В регионе будет снижена ставка по налогу на прибыль до 13,5% для текстильных и швейных предприятий и машиностроителей. И до 15,5% снизится ставка налога на прибыль для инвесторов. Говоря об экономике, Павел Коньков упомянул сложную ситуацию на Ивановском броллере, Красной Заре и совхозе Тепличной. Сегодня правительство занимается этими предприятиями в ручном режиме, ведет поиск инвесторов. Надо признать, не все происходит гладко, но в целом ситуация находится под контролем. Активнее привлекать депутатский корпус и общественные объединения, рекомендовал Павел Коньков, когда речь зашла о проектах ЖКХ. Например, новая программа по капитальному ремонту, по мнению губернатора, требует парламентской доработки. Что касается коммунальных платежей в целом, сдерживать рост правительству больше не удастся. Индекс роста совокупной платы граждан за коммунальные услуги в 2014 году в среднем по области составил 104,2%. Это один из самых низких показателей за последние два десятилетия. К сожалению, по ряду объективных причин в 2015 году мы не сможем сохранить эту тенденцию. На 2015 год ФСТ утвердила индекс роста платы 108,8%. К концу 2017 года ликвидировать полностью жилой фонд, признанный аварийным, до 2012 года. К этому времени новоселье должны справить 4,5 тысячи человек. В целом, осуществить эту задачу реально. План намечен давно, имеется серьезная федеральная поддержка. К тому же, в 2014 году регион ввел свыше 250 тысяч квадратных метров жилья. По этому показателю область занимает пока последнее место в ЦФО. Ситуацию надо исправлять. И прежде всего, обращаю внимание коллег на стимулирование развития жилищного строительства во всех муниципалитетах региона. Показатели рекордные, особенно в областном центре – более 150 тысяч квадратных метров. А к 2016 году Павел Каньков планирует снять в регионе проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях. В текущем году дополнительно будет введено более 1200 мест в детских садах. Своё мнение об отчёте губернатора парламентарии выскажут в четверг на очередном заседании областной думы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.